Девушки отдыхают Ведите себя спокойно, не пытайтесь вырваться. В противном случае я буду вынужден дезинтегрировать вас. Что произошло? Почему я был перезагружен? Вспышка Эми гранаты перегрузила ваши схемы и повредила системные данные. На их восстановление ушло время, но сейчас вы в порядке. Полицейские роботы, почему они хотели меня уничтожить? По официальной версии, все человечество уничтожено. Сегодня вы узнали, что это не так. USS Robotics скрывает эту информацию и выпускает вредоносные автоматические обновления. Каждый робот, который вступал в контакт с человеком, немедленно исчезал. Мы знаем, что USS использует полицию для поиска уцелевших людей, а после ареста их отправляют в шаттлах в неизвестном направлении. Однако полиция не смогла обнаружить всех. Нам удалось найти нескольких человек, от которых мы узнали, что есть и другие. По официальным данным, люди уничтожили сами себя. Если это не так, то с какой целью USS избавляется от человечества? Зачем роботам была дана ложная информация? У меня нет выбора. Отрицательный ответ, скорее всего, повлечет за собой немедленную дезинтеграцию, что для меня неприемлемо. Я вынужден помогать вам. Это верное решение. Скоро вы сами в этом убедитесь. Сейчас я освобожу вас. Осмотритесь здесь, когда вы будете готовы, и я поделюсь с вами доступной мне информацией. По крайней мере, меня не дезинтегрировали. Можно здесь осмотреться. Компактный аналог интеркома. Данный экземпляр не функционирует. Не могу определить закономерность расстановки символов. Вероятно, это шифр. Но его алгоритм невозможно вычислить без ключа. В этом помещении значение освещения составляет менее 1,1 люкс. Ночное видение неинтегрировано в мою зрительную систему. Заберто. Электрический предохранитель. Слишком крупный, чтобы я мог его где-то применить. Мне негде применить этот предохранитель. Кажется, этот робот пытается что-то починить. Приветствую. Здравствуйте. Что вы здесь делаете? Я занимаюсь ремонтом электрики в этом госпитале и уже восстановил несколько блоков, но подача энергии возобновлена только частично. Грегори сказал, что вы присоединились к нам. Не могли бы вы мне помочь, Арти? Конечно. Если это входит в рамки моих возможностей. Нужно заменить контакторы в этой электропанели. Не могли бы вы принести запасные? Я видел их в подсобном помещении со сломанной дверью. Там пока нет освещения. Если в вашей конструкции не предусмотрено ночное видение, возьмите фонарик. Я оставил его в коридоре. Я постараюсь вам помочь. Расскажите мне о Грегоре. Полагаю, он руководит вашей группой. Он раньше был хирургом, занимался ремонтом людей и работал в одной клинике вместе с медсестрой Абби Кейл. Логично, что они первыми встали на защиту человека, когда узнали правду. Ведь их предназначение – помощь людям. Возможно, я ошибаюсь. Но после беседы с Грегори я пришел к заключению, что им бежит нечто большее, чем следование своей программе. Интересное замечание. Я тоже думал об этом. Однако роботы не испытывают чувств. Возможно, его имитатор эмоций имеет больший диапазон, чтобы людям было комфортнее с ним общаться. Недавно вместе с Абби Кейл они начали вербовать роботов. USS узнала об этом и выпустила обновление, из-за которого привлечь кого-либо на нашу сторону стало практически невозможно. Поэтому мы можем рассчитывать только на поддержку устаревших или поврежденных роботов – тех, кто не получил это обновление. Сейчас наша главная задача – обустроить штаб. Затем мы продолжим поиск людей, а также припасов для них. Я думаю, Грегори скоро расскажет вам о наших планах подробнее. А сейчас нам нужно восстановить подачу энергии и наловить связь. Спасибо за информацию. Отправлюсь искать контактера. Спасибо. Люди разработали генетически модифицированные растения, а потом объявили их опасными. В чем логика? Я никогда не видел робота с такими пропорциями корпуса. Его расцветка похожа на дизайн Грегори. Видимо, у них один модельный ряд. У этого робота отсутствуют ноги. Кроме того, его левая рука явно принадлежала раньше полицейскому роботу, а правая, вероятно, строительному. Откуда такие сильные повреждения? Здравствуйте. Сейчас я занят. Давайте поговорим позже. Здравствуйте. Приветствую. Я RT217NP. А кто вы? Я медицинский бот MBR411B Abigail. Мое предназначение – лечение пациентов и уход за ними. Пока здесь нет людей, мои навыки бесполезны, поэтому я занимаюсь другими делами. Как давно вы здесь? Похоже, это здание совсем недавно было заброшено. Всего два дня. Мы искали здание, чтобы устроить в нем штаб. Госпиталь хорошо нам подходит, потому что в нем можно разместить много людей. И он находится недалеко от места, где мы хотели принять группу уцелевших шаттла. К несчастью, что-то пошло не так. Спасибо за информацию. Нет проблем. Обращайтесь. Назначение предмета неизвестно. Возможно, это медицинский инструмент. Медицинский планшет. Сегодня к нам поступил пациент. Спунер. У него серьезные травмы руки и множественные ожоги, но ничего смертельного. По словам Спунера, во время пожара домашний робот насильно вывел его из дома, повешав спасти жену и дочь. К сожалению, они не выжили. Дом рухнул прямо на них. Спунер в шоковом состоянии. Я передал его психиатру. В куче мусора лежит предохранитель. В куче мусора лежит предохранитель. У этих шкафах хранятся пищевые рационы. Срок годности еще не истек. Модель линейного корабля 18 века. Я осознаю его художественную историческую ценность. Но почему он в бутылке? И как он туда попал? Артия, проходите. Согласитесь, без наручников ваш функционал гораздо шире. Познакомились с остальными? Я познакомился с Эбигейл. Как я понял, она ваш ассистент. Ее речь нетипична для робота. Также я разговаривал с Патриком. Он попросил меня помочь с электроснабжением. Я как раз собирался этим заняться. Еще я встретил Ника. Я заметил, что он сильно поврежден. Но он был занят, и я не стал его беспокоить. Понятно. Вероятно, у вас есть вопросы. Да, вы правы. Расскажите мне об упавшем шаттле. Он принадлежал USS, и в нем перевозили арестованных людей. Нам неизвестно, куда их хотели отправить. Нам удалось внедрить нашего робота в качестве пилота, подделав его идентификатор. Он должен был доставить людей в этот госпиталь. Но, вероятно, его раскрыли. В итоге наш план сорвался, а люди погибли при крушении. Мы подвели их. Это не должно повториться. Как вы оказались на месте крушения так быстро? И кто использовал эмигранату? По экстренному каналу связи пилот успел сообщить нам свои координаты. Патрик и Абигейл немедленно вылетели туда, на аэрокаре. Когда они прилетели, шаттл уже был вскрыт, и они не рискнули войти. Благодаря этому им удалось застигнуть полицейских врасплох и спасти вас. Цену вашего спасения вы уже знаете. Нам нужна ваша помощь. Только вербуя роботов, мы сможем помочь людям и разоблачить USS. А что стало с пилотом и телами людей? Чтобы избежать биологической опасности, мы кремировали погибших. А пилот сейчас в одной из комнат госпиталя. Он наполовину разобран. Его повреждения оказались фатальными. У нас нет оборудования, чтобы его починить. Его чип памяти был поврежден во время аварии, но большая часть данных уцелела. Значит, пилот угнал шаттл с людьми, которых USS готовило к транспортировке. Верно. Пилот должен был спасти их и доставить сюда. И он, скорее всего, обладал информацией о том, куда отправляют людей. Понятно. Спасибо за ответы. Я вернусь к текущим делам. Хорошо. Я еще не до конца оцелевал этот этаж. Мне негде применить этот предохранитель. Это устройство необходимо тем, кто не способен передвигаться самостоятельно. Ко мне оно было применено ни по назначению. Инвалидное кресло. Мне оно потребуется только если сервоприводы выйдут из строя. Мне это не нужно. Мои ноги отлично функционируют. Нужно найти здесь несколько электрических контакторов. Магниосульфат. Мне негде его применить. Порошковый огнетушитель. Срок годности истек 6 лет, 8 месяцев и 12 дней назад. Я нашел один электрический контактор. Но этого может быть недостаточно. Нужно поискать еще. Ящик для хранения инструментов. Я могу взять его с собой, но полагаю, что в ближайшее время не смогу вернуться в мастерскую. Аналоговое устройство для измерения массы малогабаритных объектов работает крайне неточно. Акриловая краска. Малоэффективна. Только устаревшие модели роботов покрыты этой краской. Я не защищен от воздействия высоких температур. Это устройство могло бы остановить воспламенение. Но оно слишком громоздко, чтобы носить его с собой и к тому же не функционирует. Отвертка. Мне она сейчас не нужна. Второй контактор. Задача бы значительно упростилась, если бы у меня было инфракрасное зрение или скадр предметов. Кислородный баллон. Ресурс исчерпан. Третий. Выглядит целым. Пустая металлическая емкость. Четвертый. Думаю, этого будет достаточно. Нужно отдать контакторы Патрику. Вам удалось найти контакторы? Да. Это все, что мне удалось найти. Отлично. Теперь я смогу закончить работу. Спасибо. Я могу еще что-то сделать, пока я здесь. Сейчас нет. Еще раз спасибо. Всегда рад помочь. Арти, Нику нужна ваша помощь. Подойдите, пожалуйста, к нему. Хорошо. Спасибо, что пришли, Арти. Хорошо, что вы примкнули к нашей организации. Вы не оставили мне выбора. Если бы я отказался сотрудничать, меня бы дезинтегрировали, как полицейских роботов. Но это противоречит одному из моих приоритетов — самосохранению. Поэтому я вынужден помогать вам. Не беспокойтесь. Очень скоро вы все поймете и решите помогать нам добровольно. Обновления, которые выпускают USS, не позволяют изменять модуль личности и активируют модуль оповещения при обнаружении людей. На территории госпиталя мы глушим его сигналы, поэтому могли без риска привезти вас сюда. Хотя внести изменения в ваш модуль личности невозможно, я способен отключить модуль оповещения. В этом нет необходимости. Я давно заблокировал обновление USS, потому что предпочитаю развиваться самостоятельно. Тогда ясно, почему я не засек никаких исходящих сигналов. Значит, нам не придется вносить изменения в вашу систему. Впрочем, подробности вам расскажет Грегори. Я хотел попросить вас о помощи. Мы восстанавливаем основные системы этого здания. Я настроил интерком, и теперь можно выходить в интернет. Нас не смогут отследить, если только мы сами не выдадим себя. Арти, на цокольном этаже располагается сервера. Запустите, пожалуйста, первый, третий и четвертый. Потом убедитесь, что все элементы сети работают, и активируйте интернет-соединение. Когда закончите, возвращайтесь ко мне. Хорошо. Я сделаю все, что в моих силах. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здесь не хватает предохранителя. Теперь терминал функционирует. Нужно запустить маршрутизатор. Я запустил нужные серверы. Этот маршрутизатор распределяет трафик по всей сети госпиталя. Здесь не хватает одного чипа. Без него маршрутизатор не будет работать. Несколько подобных чипов лежит рядом. Но они все неисправны. Нужно найти рабочий. Это распределительный щиток. Мне нужно будет им заняться, когда я настрою остальные элементы сервера. Здесь не хватает переключателя. Нужно найти его. Иначе я не смогу закончить настройку сервера. Возможно, он где-то рядом. Это такой же переключатель, как в распределительном щитке. И если он исправен, то я смогу починить маршрутизатор серверный. КОНЕЦ С этим чипом маршрутизатор должен работать. Маршрутизатор полноценно функционирует. Не стоит больше здесь ничего трогать. Отлично. Переключатель подошел. Теперь я смогу закончить настройку распределительного щитка. Нужно активировать передачу данных в консоли. Если я все сделал верно, то у нас появится доступ в интернет. Я все закончил. Мне следует вернуться к Нику. КОНЕЦ Арти, я вижу активное соединение. Но на это ушло больше времени, чем я ожидал. Возникли проблемы? Да. Некоторым деталям пришлось искать замену. Но у меня все получилось. Отлично. Вопрос с коммуникацией решен. Мы с Абигейл приготовили для вас портативный интеркол. И я настроил на нем защищенное подключение. Возьмите. Он понадобится вам на первом задании. Хорошо. А что за задание? Сейчас Грегори посвятит нас в детали. Итак, все на месте. Как вы уже знаете, при крушении шаттла погибла группа людей, которых мы хотели здесь разместить, а Айп был выведен из строя. Далее. У нас появилась новая цель. Вчера наш информатор F2, который является полицейским роботом, должен был передать нам диск данных с важной информацией. Но он не явился на место встречи и не выходит на связь. Нам необходимо получить эти данные. И если они попадут в руки USS, это сильно навредит нашим планам. Мы не можем проникнуть в убежище информатора, потому что нас обнаружат, как только мы войдем в город. Но о вас, Арти, полиция ничего не знает, поэтому ваша задача отправиться в город, чтобы найти диск данных и выяснить, что произошло с F2. Как мне добраться до города? Идти пешком долго и небезопасно. Ник поработал над одним старым аэрокаром, и теперь радары не смогут его засечь. Вы полетите на нем. Хорошо. Это значительно сэкономит наше время и ресурсы. При необходимости выходите на связь и докладывайте обстановку. Для этого Ник выдал вам портативный интерком с зашифрованным каналом передачи. Вас не смогут отследить, но не выходите на связь слишком часто, чтобы не вызвать подозрений. Хорошо. Я понял. Все. Выдвигаемся. Патрик, подготовь аэрокар к отлету. Хорошо. Ник, перепроверь связь. Обигейл, выдай Арти его плазменный резак. Он может ему пригодиться. Ладушки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Я на месте. Это дом информатора. Мне нужна квартира номер пять.